Вы знаете, мне очень приятно вам сообщить, что сегодня в нашей Марине принимает участие писатель, который тоже вам всем знаком. Он написал несколько тысяч уфоризмов. Его вы могли видеть в передаче с добрым утром, могли слышать в радиопередаче с добрым утром. Он объездил почти всю нашу страну со своими творческими встречами со зрителем. Его знает в каждом уголке нашей страны. Вы знаете, он написал свой афоризм такой, мне очень безумно нравится. Писать я начал рано, когда дети и жена еще спали. Ну, в таких программах, как «Вокруг смеха», мы, кстати, с Михаилом Михайловичем в этих программах работали, «Вокруг смеха», парад пародистов, это было в Москве, на стадионе, я очень хорошо помню, я люблю этого автора. И еще есть у него такой афоризм. Не сидите дома, выходите к людям. Михаил Михайлович, не стойте за кулисами, выходите к людям. Михаил Михайлович, пейте. Однажды Сократа спросили, «Что лучше, жалите ли Ассанского стыку?» Сократ ответил, «Поступайте, как хотите, все равно жалеть будете». А нас же Хеллингвэя спросили, «Скажите, если вы вот так не шли перед собой, высоко подняв факты, правда же на вас никогда не бросится вверх?» Правда, ответил писатель. Но это будет зависеть от того, с какой скоростью вы будете не шли факты. Однажды Бельнард шел на званом вечере, провожая к столу свою, там он сказал мне, «Вы очаровательны». «Да мне это понравилось», но она сказала писатель, «А я вам таким комплиментом ответить не могу». На что писатель мне сказал, «А вы сделайте, как я, солгите». Однажды Марклэр получает по почте анонимное письмо, скрывает его, читает там всего одно слово. «Свинья». На следующее утро в своей газете Марклэр ответил следующее, «Я всю жизнь получаю анонимные письма без подписи». Молодцы. А вчера я получил впервые одну подпись без письма. В кавалерийском полку стоит строй солдат-офицер, спрашивает одного из них, «Кто такой Сократ?» «Сократ, господин офицер, это лошадь первого эскадрона». «Дурак, Сократ — это философ». «Никак нет, философ — это лошадь пятого эскадрона». «У вас с юнором всё в порядке?» «Зато я тут перехожу к выступлению. Я 16 лет встаю на эстраде, и объезд на диституте почти весь, бывший Советский Союз. От Бреста до Сокгауни. И часто меня почему-то, я не знаю, спрашивают. Часто меня спрашивают, почему я пишу только короткие, маленькие вещи. Я думаю, что, глядя на меня, всё правильно. Писать афоризму я начал очень рано. Жена и дети ещё спали. Собака была столь редкой породой, что хозяин мастерили её днём и ночью. Войдя в лес, он крикнул, «Я влюблён». И это ему ответил. «Жизнь». Есть певцы, которых можно слушать часами, только бы они не пели. Логика бывает диалектическая и математическая. Всё остальное – женское. Любовь приходит и уходит, а дети остаются. Меня спросили, «Как вы относитесь к женщинам?» Я ответил, «Никак. Я отношусь к мужчине». «Без женщин жизнь скучна, а без дураков не выносила. Всё хорошее ребёнка было от родителей, всё плохое – от отца с матерью». Его спрашивали, «Скажите ваше семейное положение». Он ответил, «Холост трижды». «Хорошо тому народу, во главе которого стоит светлая личность. С такой легче будет дать потом». «Природа не терпит пустоты». Вот почему место, освобождённое одним дураком, тут же занимает другую. На одном из выступлений из зала тут же раздался крик. «Скажите, кого вы имеете в виду?» Я ответил, «Того же, кого я имею». «Ни смешно мне далеко ушла наша медицина от тех, кого она лечит». «Иготе одеть очки». «Иготе одеть очки». «Прежде чем что-то сказать, сначала подумай, а уж потом молчай. Нельзя поставить на колени народ привыкший ползе. Совет те, кто спешит похудеть, попробуйте в течение месяца ничего не есть и не пить натощак. А чтобы избежать желудочных заболеваний, есть другой цели. Никогда не ешьте поэтам тех, кого вы не перевариваете. На баррикаду, на баррикаду призывал он всех, перебегаясь с одной стороны на другую. «На мой век, женщин хватит, поклониться нету. В хоре, как в жизни, есть голос, поешь, нет голоса, подпеваешь». «Очень неплохо». «Очень неплохо». «Нашел свое место в жизни, жди, когда он освободится». «Я знаю, почему Еврею удается сохранить чувство юнора до плугов и старости. Им всегда было не до смерти. Если дурак умен, зла, он из сказки». Аркестер играл так плохо, что паузы казались музыкой. «Хочешь, чтобы перед тобой снимали шляпу и динкоркировщики?» «Сегодня я устала», сказал Палач. «Приходите завтра на свежую голову». Меня спросили, почему гуси всегда ходят гучком? Я ответил, чтобы не быть похожими на барана, которые всегда ходят в стадо. Толстокожим живется легче, но его труднее оперировать. «Встречается люди, с которыми хотелось бы разделить все, что они имеют. Как и следовало ожидать, свадьба у меня Андрея Гаврилова прошла шумно и весело».